всем привет это ваша любимая рубрика планировки я решил сравнить несколько двухкомнатных квартир из разных жилых комплексов а жилые комплексы я взял именно те о которых вы писали мне в комментариях в личных сообщениях и просили их разобрать поэтому друзья свершилось для того чтобы было удобно сравнивать двухкомнатные квартиры я сделал специальную таблицу в которую буду вписывать эти квартиры и сравнивать их по определенным параметрам таких параметров 10 они ясные четкие и понятны я сделал всего-навсего три критерия первое это идеально второе сойдет и 3 отстой друзья много подписчиков меня просила разобрать квартиры в левобережных химках уж не знаю почему когда я залез на сайт все квартиры проданы и квартиру которую я сейчас буду разбирать это уже так называемое вторичное жилье то есть люди пожили и и продают поэтому внешний вид этой планировки именно в таком виде в котором я ее нашел на самом сайте у этих застройщиков квартир просто нет они все проданы но что делать раз большинство голосов было за этот жилой комплекс то я как и обещал разбираю двухкомнатную квартиру в левобережных химках квартира 63 квадратных метра стоит 8 миллионов 250 тысяч рублей это 130 тысяч за квадратный метр ну для москвы нормально хотя химки ну вам выбирать локацию а я про планировки и так градация интимности помещений первое из прихожей мы должны попадать в общее пространство и мы таки попадаем в общее пространство сразу же перед нами кухня из которой может быть стоит сделать и кухню гостиную а это значит все хорошо и мы ставим оценку 2 потому что идеально у нас идет сначала гостевое пространство потом идет спальня потом детская ну или детская потом спальня все классно теперь прихожая в прихожая небольшая 2 и 7 квадратных метра из прихожей 4 двери входная в квартиру напротив это проход на кухню тут же вход в ванную и тут же вход туда в коридор из которых в две жилые комнаты ничего себе трафик получается во первых прихожая проходная во вторых маленькая и в третьих из-за того что она маленькая сюда невозможно поставить шкаф это плохо это отвратительно шкаф мы можем поставить только в коридор который здесь рядом но это значит мы будем в обуви таскаться в коридор по которому мы будем ходить возможно босиком из комнаты в комнату из комнаты на кухню но в туалет в ванную понимаете а это плохо поэтому коридору прихожей то есть прихожей я ставлю оценку 0 отстой то есть следующая кухня гостиная кухня гостиная должна быть с кухонным гарнитуром с отдельно стоящим столом из диванной зоны это так называемая общее пространство общая территория где встречается вся семья где встречают гостей такая территория нужна она должна быть такого размера чтобы влезла все что я перечислил чтобы она была не была слишком большой чтобы не было лишней площади чтобы мы могли где-то встречаться как я уже сказал встречать гостей праздновать праздники общаться с семьей а как-то не порознь здесь под эти нужды всего лишь 10 квадратных метров 10 что можно сделать на 10 квадратных метрах я не знаю только кухню поставить но и ставят кухню ставят вот так в оставшийся угол наверное поставят стол в большую комнату сделают зал раскладной диван на котором знаете ли спать то неудобно и таким образом гостиная превращается еще и в спальню а это плохо но мы же не в средневековом замке живем где в принципе одна комната отвечала всем потребностям человека там и готовили там и спали там и гостей принимали в общем все там все в одной комнате нет ведь но почему-то здесь это частично происходит как поменять эту ситуацию ну в конце возможно я скажу а пока идем дальше кухня гостиной и здесь просто нет поэтому я ставлю просто ноль дальше родительская спальня родительская спальня напоминают вмещает в себя три пространства гардероб ванная и спальня место здесь такого удовольствия мы не наблюдаем а зачем это надо смотрите по ссылке видео там я обо всем подробно рассказываю а сейчас здесь этого просто нет а значит я ставлю нолик это категория отстой я напоминаю дальше детская территория ну детской территории какую бы мы комнату из этих не выбрали а скорее всего выберут дальнюю может и ближнюю одна семнадцать с половиной метров другая девятнадцать с половиной метров любая подойдет под детскую и из нее можно сделать в принципе неплохую очень хорошую детскую жалко что вам надалеко ну что поделать единичку ставим сойдет что такое идеальная детская спросите вы а переходите по ссылке под этим видео скачивайте табличку в которой я все написал что такое идеальная детская что такое детская сойдет и что такое детская отстой кстати если у вас другая квартира эта таблица тоже вам пригодится вы сможете взять ее как за отправную точку и по этим понятным параметрам сравнить квартиры и сделать для себя вывод подходит она вам или нет и на что нужно обратить внимание но пока идем дальше хранение смотрим хранение для верхней одежды ну будем считать что она здесь есть и организовано она в коридоре дальше хранение для личных вещей то есть футболок пиджаков брюк полотенец постельного белья галстуков носков трусов ну и так далее будем считать что она здесь есть и влезет в те шкафы которые станут в эти две комнаты следующее хранение постирочная а вот с этим беда здесь нет постирочной но мы сможем допустим шкафу найти место под стиральную машину кстати подумайте об этом потому что здесь в ванну 3 квадратных метров она не влезет здесь даже унитаз не нарисован представляете насколько мало места эх а ведь к стиральной машины должно еще быть корзина для белья грязного а еще место под химию а еще место под уборочный инвентарь и если мы от шкафа начинаем отгрызать это пространство под все наши нужды шкаф уменьшается одежды у нас много помните да пуховик второй пуховик третий шуба куртка и в общем набирается уже не один метр в длину идем дальше кладовка здесь ее нет а зачем нужна кладовка хранить чемоданы лыжи туристическое оборудование спортивную одежду детские старые игрушки бабушкины подарки ну и так далее и тому подобное наверняка у каждого хлама много у меня например несколько кастрюль хранится ну знаете подарили там мантоварку в свое время выкидывать жалко но мы в ней ничего не готовим нужно где-то хранить кладовка ее здесь нет ну и последнее это хранение в ванной про это не стоит забывать ведь в ванной много всяких бутыльков баночек а запасы туалетной бумаги помните как в магазинах смели всю туалетную бумагу вот вы где ее храните когда скупили несколько пачек рулонов туалетной бумаги вот где вот нет у вас здесь такого места в общем с хранением здесь все плохо я ставлю нолик а почему это важно спросите вы а дело в том что дизайн это порядок а порядок это хранение вот такая взаимосвязь не будет у вас порядка не будут у вас вещи на своих местах лежать это значит беспорядок это значит вещи на гвоздиках в прихожей висят чемоданы за шторками стоят пылесосы за кроватью лежат но ведь это красоты не добавляет но о каком дизайне речь поэтому друзья хранение 5 видов и будет вам счастье кстати если вы думаете что на маленькой площади как вам кажется 63 квадратных метра это уместить невозможно вы сильно заблуждаетесь и чтобы вас переубедить я приглашаю в свою школу где я учу делать идеальные планировки и находить места хранения буквально для всего поэтому переходите по ссылочке вы можете скачать несколько бесплатных уроков и даже они пойдут вам в пользу но я иду дальше место личного уединения это там где мы можем закрыться почитать книжку поиграть в компьютер посмотреть телевизор ну или что-то там еще в общем побыть со своими мыслями наедине такое место очень важно оно позволяет нам перезарядиться что-то переосмыслить и как-то выйти с новыми силами и с хорошим настроением если мы все время будем находиться в общении то рано или поздно мы начнем закипать знаете ли об этом все психологи между прочим говорят так что будьте внимательны да тут их нет ноль ванная комната ванная комната должна быть достаточно просторной желательно с окном его здесь нет да она и не просторная но и места хранения должны быть а также здесь не должно быть стиральной машины наверняка она здесь где-то стоит ноль друзья ноль но нельзя такие маленькие ванны делать даже в такой небольшой квартире ну что такое так звукоизоляция кстати со звукоизоляция здесь неплохо потому что здесь идут несущие стены с одной стороны это плохо вроде бы перепланировку не сделать но другой хорошо будет нормальная звукоизоляция и я не буду беспокоиться за то что меня ребенок услышит ну или я ребенка услышу если он там громко майкла джексона включит понимаете комфорт должен быть во всем и звуки тоже а это в наших силах делать в рамках своей квартиры такую звукоизоляцию звук он же проникает везде поэтому нужно стараться делать буферные зоны они же звуковые понимаете зачем две двери в квартиру делают да потому что между ними звуковая прослойка которая позволяет обеспечить лучшую звукоизоляцию от подъезда вот так вот друзья мои обращайте на это внимание единичку ставлю сойдет здесь коридоры моя любимая тема коридоры коридоры это знаете такая история особенно в маленьких квартирах она ярко выражается это такое пространство который мы фактически не пользуемся ну как не пользуемся мы в него с одной стороны вошли с другой вышли все ну шкаф поставили а вот то место по которому мы ходим согласитесь оно ведь полностью бесполезно но зачем оно еще нужно мы его не видим мы им не пользуемся воздуха она она нам не добавляет поэтому в маленьких квартирах его точно не должно быть этого коридора в больших где много комнат ну еще допускается а здесь коридор большой зачем он это недопустимо это расточительство квадратных метров здесь между прочим квадратный метр стоит 130 тысяч рублей вы представляете сколько здесь пошло так сказать неизвестно куда денег хотя конечно это ваши квадратные метры конечно там шкаф стоит конечно там висит лампочка она освещает это пространство я новым душу греет но подумайте о том что вы им пользуетесь в сутки но минут 15 может быть с учетом того что раз в неделю полы там моете 0 ставлю я по этому параметру и того получается 34 балла друзья 4 москва левобережный химки 4 балла это же очень мало а знаете почему мало потому что эта квартира похоже на типовую ну типа там хрущевка улучшенная хрущевка панелька ну чуть поднадули ее там 45 квадратных метров до 63 так раздули но фактически то это осталось одна и та же квартира давайте лучше я вам скажу как можно было бы ее улучшить как мне это кажется ну вдруг кто-то в ней уже живет а судя по сайту квартиры все раскупленные поэтому я сейчас буду вам помогать так сказать соц пакет и так что можно сделать можно кухонный гарнитур перенести вот сюда понимаете вот сюда вдоль вот этой стены давайте перенесем кухонный гарнитур вот сюда мы можем куда-то поставить стол обеденный а может быть остров и этот же остров будет в себе совмещать функцию стола а дальше мы поставим диван мы поставим диван вот сюда кресло поставим напротив телевизор поставим даже столик влезет журнальный и вот таким образом у нас получится одно общее пространство кухню в коридор ставить можно единственный возникнет вопрос как удалять воду ну для этого ставится специальный насос для водоудаления ничего страшного он для этого и придуман поэтому поставили подключили к розеточки и водичка у вас убегает никаких проблем зато мы для себя приобретаем целых 6 квадратных метров полезной площади это же хорошо отлично но может быть не для всех напишите кстати как вам такое решение подходит вам или нет стали бы выходить через кухню в комнату в детскую кстати вашу комнату взрослую можно сделать на месте кухни с балконом большую а вход вашу спальню можно было бы прорубить где-нибудь где-нибудь из гостиной замуровать вот эту дверь вот эту дверь и вот бывший санузел превратить вашу ванную и получилось бы мастер спальня как вам такой вариант ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал но если хотите узнать больше про планировки переходите вниз под это видео в описании и там по ссылке скачайте несколько уроков